Я предложу для рассуждения тему культ тела. Вообще, что такое культ, если мы о нем будем говорить? Это религиозное почитание предметов, святых мест, святых отцов, Бога. А в переносном смысле это означает нерелигиозное или псевдорелигиозное преклонение перед кем-нибудь или перед чем-нибудь. И если мы будем говорить сегодня о культе тела, значит, мы будем говорить о поклонению собственному телу. Оно связано с почитанием тела, с возвеличиванием тела, с жертвой ради тела. Ну, как ради него можно жертвовать? Средствами, временем, здоровьем, силами и так далее. Вообще, я вижу, что в последнее время эта проблема перекосов в жизненных приоритетах касается разных слоев нашего христианского общества. Во-первых, вижу ее среди подростков. Вижу эту проблему среди молодежи и среди нас, среди семейных людей. Она выражается в неправильном восприятии своего тела, во-первых. И если мы неправильно его воспринимаем, то, естественно, что неправильно к нему и относимся. Неправильное или правильное отношение к телу своему, кто определяет, или кем оно определяется, или чем? Библией, священным писанием. Отношение к телу неправильное, небиблейское выражается в трех направлениях. Во-первых, это пренебрежительное отношение к телу. Когда человек не заботится о том, что Бог вложил в это отношение. Во-первых, это вопрос чистоты тела. Во-вторых, это вопрос одежды нашей с вами. В-третьих, это вопрос питания. Это то, что касается именно пренебрежительного отношения. Ну, ярче всего, но, конечно, заметно у детей. Тогда, когда ребенка бывает трудно заставить мыть руки, он не хочет, он противится, когда начинаешь его умывать, он отворачивает лицо, кричать начинает. Ну, это маленькие дети. Тогда, когда касается вопрос одежды, то же самое. Одел ребенка, через пять минут смотришь, он голяком. Снова его одел, наругал, нельзя так, некрасиво, плохо. Все, вроде бы понял. Через время та же самая картина. То есть, неправильное отношение. Бог определил, чтобы человек носил одежду, а некоторые не любят ее носить или носят в ограниченном таком виде. Или вопрос питания. В Священном Писании тоже обращается на это внимание, выражается такой фразой, как «небрежение о насыщении плоти». Ну, тоже это мы понимаем, что ярче всего может касаться маленьких детей, но оно касается и более взрослых. Мы знаем, у кого-то даже проблемы в семьях. Ну, поешь, вот за папу, давай за папу. А ну, съел ложечку за папу. Теперь за маму. И вот у кого маленькие семьи, тому и трудно накормить ребенка, потому что перечислил раз, два, три и уже все, нет стимула. А когда в семье там 10-12 человек, то хорошо. За Сашу, за Катю, за Марину, за Васю. И съел всю тарелку ребенок. А так не хотел есть. То есть, мы понимаем, что нужно заботиться правильно о теле. Нужно на чистоту обращать внимание, обращать внимание на одежду, обращать внимание на питание. Это то, что касается пренебрежительного отношения. Кроме этого, бывает депрессивное или непримирительное отношение к телу. Это больше касается наших с вами подростков. Когда они взрослея, обращают внимание, что в их теле не все так, как им бы хотелось. У них есть изъяны. Их очень много. Они и здесь, они и здесь, они и ниже. И человек переживает, и он понимает, что изменить что-то трудно или даже невозможно. От этого он впадает в депрессию. Потому что смотрит на других. У того, так все хорошо. У этих тоже. А у меня, вот почему. И он с этими почему. Мучается. Иногда открывается в своих переживаниях кому-то. А иногда, наоборот, замыкается. И так далее. Я знаю подростков, которые пытались что-то сделать со своим телом. Или со своими частями тела, которые их не устраивали. Одна девочка, как только приходила из школы, сразу же себе на нос надевала прищепку. Потому что нос ей не нравился. Он широковато выглядел. А кто-то еще обратил внимание на это. Это все трагедия. И вот с прищепкой ходить постоянно по дому. Это же ужасно. Но ради того, чтобы хорошо выглядеть, готов человек на жертвы такие. Или резиночку, чтобы ушки не торчали. Ну, они вот такие. А это плохо. Кто-то их прикрывает волосами, если много волос. А если волос не так много, то нужно носить резиночку, чтобы они привыкли так. Один мальчик переживал очень о том, что у него голова приплюснутая с боков. И он никогда не спал на боку. Он старался, чтобы всегда лежать на затылке. Чтобы со временем выровнялась у него голова. Потому что с такой головой жить невозможно. Как это так? То есть, вот в этом направлении люди предпринимают какие-то действия, чтобы что-то изменить в себе. Кроме того, что отношение к телу бывает пренебрежительным или депрессивным, оно бывает еще и культовым. Вот как мы с вами уже начали эту тему. Отношение такое, когда человек просто тело свое ставит во главу всего. И ради него он готов на все. Хочу обратить внимание в первую очередь на отношение Библии к телу человека. Для чего тело? Почему? Как к нему относиться? Я обращу внимание всего на шесть текстов Священного Писания. Постарайтесь их запомнить, эти тексты. Первое. Положение и значение тела в личностной составляющей человека. Каково это положение? Каково его значение? Первое послание Коринфянам, 6 глава, 19 стих. Не знаете ли, что тела ваши – суть храм, живущего в нас Святого Духа? Вот, значит, тело человека – это местонахождение духовного начала. Вы – храм или тела ваши, здесь более конкретно, тела ваши – суть храм. Значит, в наших телах находится духовная составляющая, которая имеет связь и общение с Духом Святым. Дух Святой влияет на личность человека именно через эту духовную составляющую, хранителем которой является тело человека. Тела – ваша суть храм. Значит, это местонахождение духовного начала. Второе. Иаков обращает внимание на то, что тело вторично по значению. Он говорит, тело без Духа мертво. Не Дух без Тела мертв, а он обращает внимание, что тело, если в нем нет Духа, оно не имеет никакого смысла, не имеет никакого значения. Значит, главное – это все-таки вот то, что внутри у человека, а то, что внешнее тело – это вторичное по значению. Третье. Это, опять же, в Первом Послании Коринфянам, 6 главе, 13 стихом написано, что тело для Господа. И оно создано Господом и для Него. Значит, не для самовозвеличивания, не для любования своим телом, а оно создано для Господа. Вот Священное Писание представляет назначение тела, кому оно принадлежит, для кого оно должно служить. Четвертое. Это мысль в Священном Писании, которая подчеркивает то, что тело предназначено для жертвы и для славы Господа. Это послание к римлянам, 12 глава, 1 стих. Представьте тела ваши в жертву, живую, святую, благогодную Богу. Не души, не сердца, а именно о телах сказано. Представьте тела ваши в жертву. Значит, вот назначение наших тел. Они предназначены для жертвы Господу. Они предназначены для славы Божией. Прославляйте Бога в телах ваших. В телах ваших. Значит, это еще одно из назначений нашего тела. Следующая мысль. В послании филиппийцам апостол Павел ее подчеркивает. Он говорит, что Господь уничиженное тело наше преобразит. Значит, наше тело нуждается в преображении. Но нужно обратить внимание, не нам эта задача дана. Не мы должны преображать тело. А кто? Написано, что Господь это сделает. Уничиженное тело наше преобразит. Да, мы понимаем, что тела наши действительно уничиженные. Нам хотелось бы что-то в них скорректировать, так или так. Но мы обращаем внимание на эти тексты и понимаем, друзья, что эта задача в первую очередь возложена на самого Господа, который это сделает, и гораздо лучше, чем делаем это мы. И последняя мысль. Наше тело заслуживает меньшего внимания, чем душа. Потому что в Иоанне Леотматфея, в 10 главе 28 стихом, написано, «Не бойтесь убивающих тела, души же не могущих убить». Не бойтесь убивающих тела. Значит, тело наше заслуживает меньшего внимания, чем душа. Нужно бояться и переживать, и заботиться о чем? Ну, не о том, что часто является для человека важным. Или Петр говорит, похожая мысль, да будет украшением вашим, что? Ну, не внешность, по крайней мере. Он говорит, сокровенный сердце человек. Значит, ему уделяться должно большее внимание. Он занимает более важную позицию в личностной составляющей человека. И поэтому, друзья, мы видим взгляд Священного Писания на наше тело. Оно особо драгоценно пред Господом. Драгоценно то, когда мы обращаем внимание именно на внутреннюю составляющую нашу. Когда мы о ней заботимся. Когда мы переживаем больше об этом. Ну, вот тест, проверка для нас. Вот мы послушали сейчас немного. И давайте ответим на вопрос. Какое тело способно выполнить свое главное библейское назначение? Молодое тело, пожилое, стройное, немощное, красивое, здоровое, сильное. Слабое, несоразмерное. Какое тело способно выполнить свое главное библейское назначение? Можно ответить вслух? Значит, немощное тело может выполнить назначение. А сильное уже не может. Любое, вы думаете, любое тело, да? Хоть оно сильное, хоть слабое, хоть старое, хоть молодое. Любое тело способно выполнить свое главное библейское предназначение. Поэтому мы можем уже обратить внимание на те приоритеты, которые выстраивает Господь именно для моего тела. Независимо, какое оно по возрасту, по конфигурации, по силе. Независимо. Каждое тело способно выполнить то, что Бог ему определил. Главное назначение – это содержать бесценную душу, служить, прославлять Бога. В чем же выражается культ тела? Какие проявления его? Если коротко, можно сказать, что это чрезмерное внимание и забота о своем теле. Я сразу хочу обратить внимание. Здесь мы не будем говорить о крайностях. Я сейчас сказал, что чрезмерное внимание. Чрезмерное. Один человек сказал, чем более этот мир обезбоживается, чем менее он обращает внимание на христианские ценности, тем более растет забота о теле. Я с этим согласен, друзья. Человек начинает больше заботиться о теле, чем меньше представляет вот эти важные истины, которые касаются жизни, правильной пред Богом, страха Божия и так далее. Удивительно, друзья, то, что сегодня ценится таким широким масштабом вот то, о чем мы говорим с вами. Одна женщина говорит, в свои 50 я выгляжу на 30. Здорово. В 50 выглядеть на 30. Это нормально. Но нормально, потому что мы уже привыкли к этому влиянию, которое постоянно проникает в наш мозг, что надо обязательно выглядеть моложе своих лет. Если этого не происходит, значит, у тебя что-то не так, какие-то нарушения. Вообще, зачем выглядеть моложе? Какой смысл в этом? Ну, если иметь силы и здоровье, понятно, в этом есть разумное, да? Вот Халев, например, он в возрасте уже, сколько ему было? Он говорит, я и сегодня такой же крепок, и силы столько же у меня. Это человеку 80 лет, да? Ну, неплохо в таком возрасте иметь силы и здоровье, как в 40 лет. Это хорошо. Но ведь чаще всего не эта цель. Мы встречаем в Священном Писании Иезавель. Трудный момент в царстве был, израильском, и она в этот трудный период написана, нарумянила лицо, там, насюрмила глаза или что-то. Для чего это ей нужно было? Чтобы себе понравиться? Нет, для того, чтобы понравиться другим. Но этот эффект, конечно, не сработал в ее жизни, она все равно закончилась тогда. Но это, наверное, вот как заложено в человека, что какие-то вот такие моменты, они могут ему помочь, они могут сыграть важную роль в его жизни и так далее. Нужно обратить внимание еще на то, что не только женщины сегодня уделяют особое внимание своему телу. Повышенное внимание к своей внешности сегодня есть даже и мужчин. Я захожу в один дом, а там брат из молодежи. Ну, как это описать, трудно. Но я испугался. Его лицо было чем-то намазано таким белым, с какими-то черными прожилками. Ну, когда я выяснил, это оказывается маска, маска для тела. Вот он, молодой человек, и переживает, что у него прыщики там или там два схватилось. И надо теперь что-то делать, что-то предпринимать, потому что, ну, это же как я пойду в собрание, как я на молодежной явлюсь в таком виде. И нужно, вот он переживает сильно. Или волосы не так, надо их смазать гелем, надо их смазать, чтобы они вот именно, эта волосинка сюда была, эта волосинка сюда. Я против того, чтобы лохматый кто-то ходил, выходил за кафедру и все. Но тогда, когда человек обращает на это особое внимание, чтобы все было так. И причесанные бровки, чтобы были. Чтобы, ну, никак нельзя было подкопаться к внешнему виду человека. Сегодня, вот именно братья готовы использовать вот разные средства. Используют протеин для того, чтобы мышцы формировались нормально. А это же, ну, ка благу в плане здоровья или нет? Мы о здоровье сегодня говорим. Но я знаю ни одного человека, который использует сегодня вот эти средства для того, чтобы наращивались мышцы, чтобы фигура была атлетическая молодого человека и все. Это все, друзья, говорит о той проблеме, которая концентрируется на теле человека. В чем сегодня мы видим выражение вот этого преклонения перед своим телом? Ну, это относится к разным направлениям. Ну, в частности, вопросы посещения фитнес-залов. У нас слабое здоровье, у нас у большинства лишний вес. И что нам с этим делать? Ну, кто-то избирает себе такое направление. Посещать фитнес-зал, там разные тренажеры находятся. И можно делать упражнения для тех или иных мышц. И вес гоняет, и фигура лучше становится. И все прочее. Я говорю, ну, зачем это тебе нужно? Разве нельзя обходиться другими способами? Ну, занятием физкультурой дома или пробежкой, или какими-то другими способами. Ну, купи тренажер, поставь дома. Ну, дома сколько ты купишь тренажеров и поставишь? Ну, один. Ну, два в лучшем случае. Или денег не хватит, или места не хватит в доме для того, чтобы эти тренажеры. Но они же разные бывают, и нужно разные группы мышц тренировать. А в фитнес-зал пошел, и там все. Ты хочешь на этом, хочешь на этом. И вроде бы есть обоснования для этого. Но нужно все-таки взвешивать, друзья, что мы приобретаем и что мы теряем. Да, мы приобретем, приобретем, ну, может быть, здоровье. Хотя под вопросом. Некоторые люди считают, что посещение фитнес-залов, оно даже опасным бывает для здоровья. Потому что оно без наблюдения врача. Потому что ты сам не способен отметить или обратить внимание вот на те вопросы, или те сферы, ну, конкретно, которые касаются твоего здоровья. Ну, и так далее. Значит, ну, допустим, улучшилось мое здоровье. Или вес поменьше стал. Плюс? Ну, плюс, конечно. Но что мы теряем или что мы можем потерять? Какой риск в том, что мы посещаем фитнес-залы? Братья и сестры, обратите внимание на несколько только можно опасных моментов, которые подстерегают христианина именно там, в фитнес-залах. Во-первых, когда мы туда приходим, мы попадаем в мирскую среду. Там, где играет неверующая музыка, которая оседает в нашем сознании. И человек, который наслушался это, он и домой придет, эти слова, песен или эта музыка, она еще долго может оставаться в его сердце. Он загрязнил себя этим. Во-первых. Во-вторых, он потратил массу лишнего времени для того, чтобы пойти туда, выполнить эти упражнения, побыть там час, два или три и так далее. Это время он мог бы использовать по-другому. Ну, для блага своей семьи, для общения с женой или с мужем или с детьми и так далее. Потом, не секрет, друзья, что фитнес-залы – это места знакомств людей. Там они находят друг друга. И нам опасно там быть, потому что мы тоже можем найти кого-то, кто с кем-то встретится и завести общение, которое может потом повлиять отрицательно на свою личную семью. Потом, тогда, когда человек туда приходит, естественно, он в какой форме, какой наряд у него там. И можно обратить внимание на то, что некоторые ходят туда для того, чтобы уже показать себя или посмотреть на других, взять пример с них. Потом, там же, друзья, когда происходят упражнения, ну, тоже не секрет, что телодвижения возбуждают определенные мысли человека, не чистые мысли – это тоже то, что хореография, там, танцы или вот это фитнес – это одинаково влияет на разум, на мысли человека нехорошие. То есть, если нам все-таки взвесить, мы что-то можем приобрести полезное, вот, внешне, для своего тела, но для души своей приобретем мы ли там пользу, или, наоборот, получим колоссальный вред, который отразится потом на жизни лично нашей, на жизни тех, кто вокруг нас. Можно обратить внимание на то, что сегодня для того, чтобы сохранить свою фигуру, вот, в нормальном виде, люди готовы идти на все. Кто-то, кто-то сегодня может ограничивать кормление своего ребенка для того, чтобы не испортить вид частей определенных своего тела. Кто-то может регулировать вопросы деторождения, чтобы, опять-таки, не влияло это на мою фигуру. Когда человек объясняет вот свою позицию, он может обратить внимание на то, что, да, мы же должны друг другу нравиться, привлекать друг друга. Это все на своем месте, друзья. Хорошо, когда муж с интересом смотрит на свою жену, когда, наоборот, все происходит. Это все нормально. Но тогда, когда мы эти вопросы ставим во главу своих определенных интересов, то здесь можно пожинать беду. Вот если ваш муж гурман в этом отношении, если он способен отмечать там тонкие детали, фигуры человека, сегодня он доволен вами. Ему никто не нужен. Но все равно же ваше состояние при максимальном вашем усилии, сестры, оно не продлится до 70 лет или до 80. Если муж научился на это обращать внимание, если он делает этому высокую оценку, то все равно через несколько лет в вашем теле появится то, что не такое, как у кого-то другого. И он будет смотреть на других. Если сейчас вы этому препятствуете, то через несколько лет у вас не будет рычагов на это воздействовать. Но если мы будем обращать внимание на внутреннюю, на духовную составляющую человека, если мы будем уделять важное внимание страху Божьему, если мы будем определять правильно личные взаимоотношения между собой, то этот вопрос внешности, фигуры, он не будет главным и не будет решающим, потому что мы знаем, где главное, мы знаем, чему уделять особое внимание. Потом, друзья, можно обратить внимание на диеты. Сегодня немало людей используют диету в своей жизни. Ну, кто-то даже иронизирует. Я на двух диетах сижу, одной не наедаюсь. Ну, это так, как бы, юмор. Но сегодня люди действительно порабощены. Ну, сказать некоторые, наверное, неправильно будет. Мне кажется, что больше, чем некоторые, слишком много уделяет этому внимания. Очень сильно переживает тогда, когда набрался лишний килограмм. И как праздник в семье, когда два килограмма сбросили. Как хорошо. Об этом надо всем рассказать, похвалиться, что вот это у меня такие успехи и так далее. Но чем это дается? Хотя, друзья, я понимаю вопросы воздержания и понимаю, что кому-то бы неплохо сбросить там два, три или пять килограмм. Для здоровья было бы полезно и все. Но на каком месте стоит это в моем сознании? Вот мы слышали сегодня о посте. Мне поститься трудно, ограничить себя или воздерживать от еды. Но тогда, когда вопрос стоит о моем теле, о его конфигурации, тогда я готов на такой диете сидеть или на такой диете, отказаться от этой еды, от этой, от этой еды. То есть, получается, что более мощный стимул для воздержания не духовные вопросы, которые мы постом можем решать, а именно вот эти, эти вопросы, касающиеся нашего тела. И нужно сказать, друзья, о том, что нередко вот эта мысль, она проникает за пределы вот лично нас, как родителей, а дальше в наших детей. И дети об этом начинают переживать, волноваться. Вот одна девочка, пять или шесть лет, я слышу, она говорит, так, мне надо похудеть. Вот представьте себе, пять лет, она уже переживает, что у нее лишний вес, ей надо похудеть. Откуда эти мысли? Наши дети в большинстве не ходят в детские садики или не смотрят телевизоры, я надеюсь. Откуда вот это все? От того, что родители слишком много уделяют этому внимания. И потом дети, потом подростки, потом испорченные желудки, пищеварительная система. От пищеварительной системы заболевает сердечно-сосудистая система, нервная система, опорно-двигательная система, тогда, когда мы вот эти вопросы решаем. Ну, не мы, а дети наши, особенно в подростковом возрасте, когда их организм растет и развивается, и вдруг ему обрезают какие-то витамины, какие-то питательные вещества. И потом, каким оно будет, развитие у ребенка? Ну, надо об этом переживать. Если говорить о нервной системе, то она портится даже и у взрослых людей, когда они начинают голодать. Одна сестричка достигла хороших результатов, но сбросила, наверное, килограмм 10 или 12. И все. Но меня просили побеседовать с этой сестрой, потому что с ней трудно стало общаться, потому что она нервная стала. Она вот возбуждается при всяких каких-то этих, и трудно общаться. Но зато внешне лучше стало, явно-то лучше. Но что важнее? Или сердечно общаться с человеком, или же любоваться им. Я думаю, что мы понимаем, друзья, просто не всегда даем вот такую правильную оценку и курс берем верный. Нужно обратить внимание на то, что иногда вот эти диеты, какие-то ограничения в пище, они приводят и к летальному исходу. Я читал в газете не очень давно о том, что здесь у нас в Краснодарском крае две девочки решили подкорректировать свой вес, свою фигуру, и одну спасти так и не удалось. Пошли необратимые процессы, и уже никто ей не помог. В 17-летнем возрасте она закончила свою жизнь, потому что она слишком много внимания хотела или не хотела, даже уделяла своему телу. Потом, друзья, можно обратить внимание и на то стремление, когда человеку хочется свое тело чуть-чуть подкорректировать в плане тонов и использовать для этого косметику. Но не знаю, насколько это широко распространено в наших церквах, но тем не менее есть место для рассуждения на эту тему. Недавно были похороны Ивана Петровича Плет, и много было разных добрых свидетельств о его жизни, о его воспитании. Одна из дочерей обратила внимание вот перед всей аудиторией о том, что отец ее, воспитывая, сказал однажды такую фразу «Хочешь быть красивой? Будь естественной». Друзья, какой смысл глубокий в этих словах? А не все так понимают. Красивыми хочется быть, но естественными нет. Вот думает, что вот если чуть-чуть тенечек там добавить или реснички там, чтобы они более контрастно выглядели, и уже тогда будет все замечательно, все хорошо. Хочешь красивой быть? Естественной будь. Друзья, косметика, во-первых, это трата средств. Во-вторых, кто использует косметику, потом трудно ее не использовать, потому что, ну хотя находят аргументы, скажут, что сегодня косметика такая, которая не влияет на старение кожи, ну и так далее. Ну не знаю, я в эти вопросы углубляться не хочу, но знаю, друзья, что еще один большой вред от косметики – это соблазн. Вот иногда кажется кому-то, что если я приду на собрание или на какое-то мероприятие, и у меня будет вот что-то так вот доделанное, что все обрадуются, все скажут, как тебе красиво, как хорошо. Да не так же. Обычно, когда вас видят в таком виде, то вот внутри нет радости за вас, а есть огорчение, переживание, у кого-то даже негодование, для кого-то соблазн это. Вот и взвесить нужно, взвесить, что важнее или что ценнее. Потом, друзья, обратите внимание, конечно же, в этой теме нужно и одежде нашей, и обуви. Ну вот если я достиг результатов, ну целый год старался или старалась, и упражнялся, и какие-то средства, диеты, и плавания, и все, все использовал, что только можно. И вот, пожалуйста, любо посмотреть в зеркало на себя. Но этого человеку не хватает. Что нужно еще? Самому полюбоваться? Нет, это маловато. Нужно другим показать. А как показать, если мы говорим об одежде, которая должна быть нормальной длины, которая должна быть непрозрачной, которая, ну и так далее. Как? Никак не покажешь. Как покажешь? А чтобы показать, нужно укоротить, нужно обтягивающую одеть, чтобы все увидели, что у меня уже нет тех складочек здесь, которые были раньше. Вот, посмотрите. Или надо чуть-чуть прозрачненькое что-то надеть, чтобы, отметили люди, что работаю над собой. Не просто так. И результаты есть. Ну и так далее. Друзья, кто-то говорит, что я это делаю для того, чтобы мужу понравилось. А на самом деле, получается, что надо всем показать. И выходит, что, ну, жены некоторые не являются достоянием своих собственных мужей, а как бы общественные, чтобы все могли посмотреть на нее. И этот, и этот мог оценить, и мирские люди могли оценить, и все прочее. В книге «Песни-песни» написано, написано о том, что запечатанный, запертый сад, заключенный колодезь, запечатанный источник. О ком это речь? Это речь о жене. Она заперта. Для кого? Для всех других, кроме меня. Это мое достояние, а не всех. Смотрите, кто хочет. Любуйтесь. Вот у нас такие есть результаты. Друзья, это печально, когда мы на это соглашаемся, и перед Богом это неправильно, и Священное Писание не одобряет вот такое отношение. В одной книге написано, описан сюжет, когда девушка одна, молодая, постоянно закрывала свои волосы полностью. Не было видно, какого они цвета, сколько их там, и так далее. И один юноша спросил ее как-то, а почему ты всегда закрываешь свои волосы? Они у тебя некрасивые? Она говорит, нет, они у меня очень красивые, но я хочу, чтобы их увидел прежде всего тот, кто будет моим по-настоящему. То есть, смотрите, какое понимание. Не для всех, не для общего обозрения, а для одного избранного, возлюбленного. Вот. Поэтому, друзья, эту сторону тоже нам нужно иметь в виду. хотелось уделить внимание еще и обуви нашей. Ну, это больше касается сестер, конечно. Несколько минут хочу уделить внимание высоким каблукам. Кто-то носит из вас, молодежь тоже некоторые любят носить высокий каблук. даже маленькие дети. Я не знаю, почему так. Вот даже там сколько, четыре годика, пять уже, уже если она нашла где-то высокий каблук, обула и пошла, то это, ну, счастье. Все. Надо только увидеть, что на лице этого человека. Не знаю, повторюсь, почему так, но, тем не менее, у некоторых людей есть это стремление к тому, чтобы выглядеть вот так вот по-особенному. Ну, хочу обратить внимание, во-первых, какой вред от этого. Ну, я почитал разные мнения медиков по этому вопросу. Они единогласно говорят о том, что высокий каблук это большой вред для женского здоровья. Во-первых, Бог так устроил, что на основную пяточную кость приходится две трети массы человеческого организма, а на переднюю часть, на носок приходится одна треть веса. Тогда, когда поднимается задняя часть при помощи каблука, то вес переходит на переднюю часть, и она уже несет нагрузку половину веса человека, ну, или больше, или чуть меньше, зависит от высоты каблука. Из-за этого происходит деформация костей. Потом это влияет на деторождение, тоже так пишут медики. Но нередко вот последнее время молодые переживают о том, что вступили в брак, прошел год, два или три, нет детей. А причина может быть, я не хочу сказать, что это всегда причина, но одна из причин это то, что девушка носила высокий каблук. Потом это влияет на опорно-двигательную систему, она влияет на работу разных органов человека. То есть вред очень большой. Так говорят медики. Сексологи же наоборот говорят, что очень эффектно тогда, когда девушка или женщина носит высокий каблук. Ну, они объясняют почему, потому что когда она на каблуке меняется положение ее тела, грудь подается вперед, ну, и там я не буду о подробностях, даже неудобно об этом говорить, меняется походка женщины, и она становится особо привлекательной, на что реагирует большинство мужчин. Значит, это вот в плане сексологии положительно, в плане медицины отрицательно. Кое-кто сегодня готов использовать коррекцию для своей фигуры, для частей тела, использовать пластику даже частей тела, или на лице, или ниже лица, и это приводит иногда к болезням, к заражениям, еще к разным нехорошим последствиям, но человек считает, что можно чем-то пожертвовать ради того, чтобы выглядеть более эффектно. тогда, когда у человека есть определенные результаты положительные в вопросах его внешности, его тела, он себя чувствует по-другому, он более уверенно, более раскованно, но это в сегодняшнем мире кто-то говорит, что и необходимо, потому что по-другому трудно прожить. Одна мамочка запереживала, о том, что ее дочь стала ну какая-то такая своевольная, непослушная, какие-то у нее появились свои принципы, после того, как она стала водить в детский садик неподалеку от их жилья. Она говорит, я пошла сама посмотреть, что же там, как влияет на мою дочь, что она так себя ведет. И говорит, отметила буквально с первого раза, вот какая методика воспитания или какая идеология. Там говорит, мои дочки говорят, что смотри, ты не такая, как все, ты особенная, ты уникальная, у тебя вот это вот так, ни у кого так нет, а вот это у тебя так, и вот это. И она поняла, что она уникальная, особенная, что там мама. И у нее появляется такое мнение определенное о себе, что она не просто так, и ведет себя совсем по-другому. Друзья, это протест тому, что мы читаем в Священном Писании. Песню тоже слышал как-то в общественном транспорте, женский голос поет, а я такая, раз такая, ну, особенная, посмотрите на меня. То есть, вот эта демонстрация своего тела вступает в конфликт с библейскими нормами, с библейским мучением, потому что люди сегодня выделяют этому ну, такое-то особое внимание. Еще можно обратить внимание на ту сторону, друзья, что тогда, когда мы об этом говорим в определенном кругу, мы имеем определенные программы, кто и кто не на нашей стороне, кто этим не занимается, кто этого не делает, они находятся в пренебрежении. Их даже могут называть разными словами и все прочее. То есть, это опять-таки то, что огорчает Господа нашего. Мы должны не осуждать людей, которые вокруг нас, тем более за их фигуру. Ну да, может быть, можно было где-то достичь каких-то результатов, но это же далеко не главные вопросы в жизни человека. Братья и сестры, я понимаю неоднозначное восприятие этой темы. Кто-то слушает и поддерживает где-то мои мысли, а кто-то наоборот негативно это все воспринимает, я знаю об этом, но поймите, что это не из какого-то злого намерения или критики жесткой, а это мое личное переживание, потому что моя жизнь, мое служение тесно связано с детьми, с подростками и с молодежью. И когда видишь вот эту проблему, когда видишь, как формируются приоритеты в жизни человека, не на духовном уровне, а именно вот на этом, тогда, когда тело становится во главе всего, то переживаешь. Не так должно быть у нас, не так, друзья. Поэтому мы должны об этом говорить. Откуда вот формируется этот образ, о котором мы сейчас говорим? Во-первых, это мультфильмы. Я просмотрел как-то один фрагмент из мультфильма, который предназначен для детей. Но почему для детей? Для того, чтобы сформировать свою определенную идеологию в отношении образа жизни человека. Ну, вот там я помню такой сюжет. Неподробно, так, примерно, смутно. Женщина, мамочка, ну, так она более-менее кругленькая, вокруг нее человек шесть или семь детей, они бегают вокруг, как поросята, она что-то им внушает, они не слушаются ее, ну, вот так вот. И после этого другой сюжет. Идет дамочка такая, вся из себя, в раскачку, на высоком каблуке, фигура стройная, у нее нет семьи, у нее нет детей, но зато любо посмотреть на нее. И вот ребенок уже смотрит, что ему больше нравится. Или большая многодетная семья, где и мама, дети там, как поросята, и все. Или же вот когда посмотришь, и приятно. Вот это мультфильмы, друзья. Потом в фильмах то же самое. Если кто грешит этим вопросом, то там-то можно увидеть вот эти образы, которые становятся потом предметом достижения человека. Вот он увидел кого-то, его или ее, и очень хотелось бы быть похожими. Потом, сегодня мы находимся в таком мире, где очень развита реклама. Реклама развивается очень сильно. И даже удивляешься, ну вот какая связь, какая связь между шарикоподшипником и телом человека. но этот подшипник рекламируется на фоне прекрасного человеческого тела. Потом эти взгляды, друзья, формируются не только на основании мультфильмов, фильмов или рекламы, но еще и на основании общения нашего в церквах. Потому что церковь это очень такая вот среда благоприятная для распространения всяких идей. Ну вот в церкви начинались и проходили и заканчивались разные увлечения. То лечением содой, то перекисью водорода, то водкой с маслом, то керосином и все. И вот один кто-то раз принес эту мысль, прочитал где-то, каких-то профессоров или докторов нашел, информацию принес и все. И оно поползло по церкви. Один передал другому, другой третьему и все об этом говорят и пошло распространение. братья и сестры, вот сформированный этими источниками общественный фон говорит, что женщина должна быть непременно стройной. Непременно. Если она не стройная, значит, жизнь не состоялась. Потом, чуть-чуть подкрашенная она должна быть. она должна быть обязательно со специально обработанными ногтями, обязательно моложе своих лет. Ну, вот эти факторы, они диктуют такой образ, к которому сегодня стремятся многие. И мы понимаем, друзья, что, в общем-то, действительно, тело сегодня это рейтинг. Сегодня проводятся конкурсы, красоты, сегодня есть выбор, сегодня есть оценка. И тело выполняет, вот оно участвует в рейтинговых компаниях разных. Тело это реклама, как мы уже говорили. То есть, рекламируют сегодня очень много именно посредством тела человека. Потом это деньги. Тело это деньги. Косметические средства, спортивный инвентарь, медицинские препараты, потом литература и так далее. Это то, что сегодня пользуется спросом и то, на чем сегодня можно заработать деньги. Лет, наверное, 10 или больше один неверующий знакомый мой спросил совет, говорит, как ты думаешь, вот есть помещение одно в одном районе у нас Тимошевске, если его купить и сделать из него фитнес-клуб. будет дело прибыльное. Я ему тогда сказал, нет, ты знаешь, вряд ли, вряд ли что-то получится. Но сейчас я бы так ему уже не сказал. Я бы сказал, что ну да, это одно из самых прибыльных заведений. Сегодня проедешь вечером и на парковках места нет для машин. Люди сегодня проводят с удовольствием свое время. Друзья, душа это негодный товар для распространения, а тело, конечно, это целая индустрия. Но ублажение своего тела не способствует развитию духа. Братья и сестры, еще раз хочу обратить внимание на то, что не нужно нам занимать каких-то крайних позиций. Если нужно где-то что-то сбавить, ограничить себя от пищи определенной, от хлеба или макарон или сладкого, чтобы как-то поддержать свое здоровье или что-то. Ну, все это нормально. Важно, чтобы вот эту черту не перешагнуть. Один человек говорит, нет ничего плохого, чтобы быть здоровым и красивым. Нет никакого греха, если человек в своем стремлении к комфорту не приступает к грани разумного. Если его тело для него не становится важнее души и, соответственно, забота об условиях существования тела не становится намного важнее, чем условия бытия его собственной души. Вот на что нужно обращать внимание. Плохого нет, если мы сделаем зарядку или физкультуру, поддержим свое здоровье, все это нормально, но нужно понимать, где вот эта черта, чтобы ее не перешагнуть, чтобы правильно понимать, что вот моя внутренняя составляющая, а вот она внешняя, и чему я готов сегодня больше уделять внимание, на что сегодня я готов больше жертвовать, вложения делать, или в душу, или в тело свое. Вот в чем вопрос, друзья. тело это только часть человека, это не сам человек. Обогащая свое тело, мы даже незаметно для самих себя можем объединить свою душу, потерять ее для вечности. Как бы мы не заботились о теле, оно в любом случае станет лишь пищей червей. Этим червям будет совершенно безразлично и наша комплекция, и наш внешний вид. Конечно, это совершенно не означает, что мы должны безответственно относиться к телу. Просто важно, важно не переступить черту. Аминь. Готово. Готово.